Александр Геннадьевич, некоторые материалы, ну, не так много, но подчеркивают вашу строгость, наверное, в самих уроках. А как она проявляется? Потому что я могла только об этом прочитать, поскольку ни разу не была на ваших слушаниях. Принципы. Есть принципы, которые нельзя, незыблемы. Они не зависят от любви, как закон, допустим. Судья может любить преступника, но он его должен осудить. Принцип, да? Не нарушается. Закон, любовь, долг существует. Три вещи. Нужно все это в равной степени уважать. Поэтому есть закон. Ну, в нашей семье так слышно, что у нас есть свои законы. Мы отказались от мяса, рыбы, яиц. Дочь так и выросла полностью без этого. Я сейчас 33 года, значит, 33 года мы соблюдаем все принципы в семье. Вегетарианцы стали. Затем мы не принимали никаких интоксикаций, даже чай, кофе, бытовой наркотик не использовали. Это были строгие принципы. Третий принцип. Мы не играли в азартные игры, денежные махинации никакие не устраивали. Таких примеров она тоже не видела. И незаконный секс был запрещен. Это значит, на стороне и в семье тоже регулируются эти отношения, чтобы дети не развращались. Чтобы видели платонические, глубокие всегда чувства. Не просто приставания, конфликты после этого, ревность какая-то. Чтобы была глубокая внутренняя верность. Это в нашей семье эти принципы соблюдались все эти годы. Ну, выходит, что модель такого вербального общения, она всегда у вас была, скажем, основная. Говорили, разговаривали, общались. Что еще было, если говорить о вашем... Это было естественно. Я думаю, что если бы не было чего-то больше этих принципов, мы бы не смогли соблюдать эти принципы. Ведь хочется иногда расслабиться, повеселиться. Ну, праздник, Новый год. Ну, как без шампанского, допустим, без водки. Ну, как вы жили? Вот нужно научиться радоваться по другой причине. Вот и все, оказывается. Ну, а скажем так, ведь люди разные. А ведь мы можем просто понимать, что те способности, наверное, и волевые, в частности, они, может быть, у вас просто гораздо выше и больше. А что делать простому человеку, когда перед ним столько информации? Когда один, скажем, популяризатор говорит о том, что мясо нужно есть каждый день, особенно нам с нашей генетической наклонностью. Другой, скажем, духовный учитель говорит о том, что этого не нужно делать. А как поступить человеку, у которого нет университетского образования, например, или который не успевает читать книги правильные? Вот мы обучаем людей, как нужно прежде всего выйти из потока информации, которая противоречива всегда, и слушать, свое сердце научиться.